Здравствуйте! Вы смотрите программу Событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Новые правила игры в ЖКХ. Владельцы квартиры должны сами диктовать условия управляющим компаниям, а не наоборот, считает самарский губернатор. Решает проблему на месте. В Самаре полным ходом работает новый проект губернатора. Мобильная приемная. Снести. Нельзя оставить. В Самаре демонтируют нелегальные киоски. Волна колокольного звона над Россией. Страна отмечает день крещения Руси. Семь медалей разной чеканки. Самарские спортсмены удачно выступили в Турции на Сурдолимпийских играх. Общественные советы, управляющие микрорайонами, должны сыграть ключевую роль в нормализации сферы жилищно-коммунальных услуг. Соцопросы показали, сегодня это одна из самых серьезных проблем для большинства самарцев. Рынок должны покинуть мошенники и недобросовестные управляющие компании. Об этом говорил губернатор на расширенном совещании. Олег Зверев о новых правилах игры в ЖКХ. Всего 50% голосов жителей многоквартирного дома достаточно, чтобы сменить управляющую компанию. Те из них, которые работают недобросовестно, должны уйти с рынка жилищно-коммунальных услуг. Тема ЖКХ стала главной на расширенном совещании с управляющими микрорайонами и представителями общественных советов, которые провел губернатор Николай Меркушкин. Навести порядок в этой сфере необходимо срочно. Через общественный совет вы можете провести любое решение, любое. И собрать необходимое количество подписей, и управляющая компания не будет. И тут же, через два дня, приступит к исполнению обязанностей другая управляющая компания. И мы это делать будем. О том, что в ЖКХ не все в порядке, говорит и социологическое исследование. По данным опросов, которые провела общественная палата, качество и стоимость коммунальных услуг – это вторая по значимости проблема, которая волнует людей. Пока же более 70% собственников просто не участвуют в управлении домами. И здесь важную роль могут сыграть управляющие микрорайонами, в обязанности которых входит вести разъяснительную работу. 15 июня этого года, как вы помните, на прямой линии с президентом, ему был задан вопрос о состоянии жилищно-коммунальной сферы. И он дословно сказал, я зачитаю, не все управляющие компании оказались готовы к тому, чтобы должным образом организовать работу. И первое, что сейчас нужно сделать, это добиться того, чтобы уровень качества работ отвечал предъявляемым требованиям. В качестве фундаментального документа между жильцами и начальником ЖКХ предлагается модельный договор. В нем прописаны все нормативы для управляющих компаний. А такие случаи, когда управдомы, собрав деньги, объявляют себя банкротами, должны остаться в прошлом. Сегодня в Самаре есть множество добросовестных компаний. В качестве примера для всех были созданы два муниципальных предприятия, у которых и дела в порядке, и деньги жильцов идут под значение. Те компании, которые обанкротчены сознательно, у которых отозвана лицензия, на мой взгляд, ни руководители, ни учредители не имеют права повторно возвращаться в этот бизнес. Есть же норма запрета для муниципальных чиновников, которые утратили доверие. Но если это касается повседневной жизни наших людей, значит, наверное, такой вопрос тоже можно и правильнее было бы поставить. Одним из важнейших инструментов станет и ужесточение системы лицензирования. Опыт показал, что зачастую компания, которую прогнали из системы ЖКХ, появляется вновь, только под другой вывеской. Такие случаи необходимо пресекать вплоть до уголовного преследования. А для тех, кто заинтересован в нормальной работе, будут организованы семинары, которые пройдут в августе. Задача обучающих курсов – дать ответы на все вопросы. Олег Зверев, Максим Гусев, события. Дождались в многоэтажках на улице Киевской. Впервые за 17 лет летом из кранов потекла горячая вода. До этого она шла из батареи топление. Поэтому летом воду грели в кастрюлях, а зимой старались не ошпариться кипятком из крана. После обращения в мобильную приемную губернатора ситуация кардинально поменялась. Подробнее Марина Матвейшина. Задвижки и датчики этого теплового пункта буквально открывают дверь в мир цивилизации для жителей восьми многоэтажек. С этого дня люди могут пользоваться горячей водой летом. Грели, постоянно кастрюли. Приходилось детей купать, несколько заходов. Это людей очень напрягало и не устраивало. И не бояться кипятка из кранов зимой. Зимой температуру у нас достигало, когда мы кран открывали до 103 градусов. Вы понимаете, что это как бы и для людей травмоопасно, то есть и по СанПИ нормам она не соответствовала, эта вода. 17 лет тепловой пункт стоял полностью оборудованный и готовый к работе. Но обеспечивать дома горячей водой не мог. К нему не были подведены трубы. Когда новостройки сдавались в эксплуатацию, водоснабжение было подключено по временной схеме от системы отопления. На постоянку перевозить не торопились. После многолетних неудач жители обратились в мобильную приемную губернатора. И сразу после этого дело пошло. Мы завершили часть этих сетей, которая позволила нам дать сюда воду. Договорились с самарскими коммунальными системами. Они опрессовали, они провели работу, сделали химический анализ воды, материологический анализ воды, который подтвердил, что да, вода, поступающая в ЦТП, должного качества, соответствует пятиому. Сегодня тепловой пункт работает в нормальном режиме. В течение месяца все документы по передаче в муниципальную собственность будут оформлены. Но этот момент уже чисто юридически может жителей не волновать. С сегодняшнего дня они могут наслаждаться жизнью полной мобильной. Ситуации уникальны, говорят специалисты. В Самаре больше таких случаев не было. Все обращения в мобильную приемную губернатора имеют свою специфику и определенную сложность в разрешении. Но новый формат, когда специалисты выезжают на место, помогает быстрее разобраться в проблеме. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжают демонтировать нелегальные киоски. Только в Кировском районе запланировано до конца года убрать больше 40. Сегодня эвакуатор нагрянул на Московское шоссе. С самого утра на Московском шоссе стоит устойчивый запах тухлого мяса. Рабочие демонтируют здесь один из киосков. В списке незаконных он числится с 2015 года. Настоящего владельца установить не удалось. Последний арендатор торговал здесь мясом и не заботился ни о санитарных условиях, ни о качестве продуктов. Сейчас будет производиться вывоз. С последующим мы его отвезем на штрафстоянку. До того момента, пока не объявится хозяин. Потом он к нам приходит с заявлением, то, что приносит документы, что это его объект. Платит за простой, платит за вывоз. И, в принципе, мы отдаем этот объект. Всего в реестре незаконных киосков в Кировском районе числится больше 170 объектов. У владельцев киосков еще есть время самим вывезти свои торговые точки. В 2016 году самостоятельно предпринимателями с территории района вывезено 39 объектов. В 2017 году уже вывезено 14 объектов. Работа эта продолжается. С начала года с территории Самары уже вывезли 100 незаконных торговых точек. В планах освободить улицы еще от нескольких сотен объектов. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События. Дела пошли в гору. Волжский автозавод в первом полугодии почти в семь раз снизил убытки. Сколько составила выручка предприятия, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. Эту рабочую неделю цены на нефть завершают в плюсе. Баррель марки Brent уверенно подбирается к отметке в 52 доллара. Валюта дорожает. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 54 копейки. Евро 69 рублей 67 копеек. Золото стоит 2410 рублей. Серебро 32 рубля 7 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 70 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 40 копеек. В России начали забирать ипотечное жилье за долги ЖКХ. Первое такое решение суд вынес в Омске. Мужчина в общей сложности был должен 4,5 миллиона рублей. Цены на кофе в России к Новому году могут вырасти примерно на 20%. Потому что зарубежные поставщики с начала года уже подняли цены на 22%. АвтоВАЗ в первом полугодии почти в 7 раз снизил убытки. Выручка за это время превысила 102 миллиарда рублей, что почти на 18% больше, чем в прошлом году. На этом все. Удачи в делах! С тахановскими темпами в Самаре ремонт улицы Чапаевская закончит на два месяца раньше срока. Помогает в этом круглосуточная работа, необходимое количество рабочих, техники и особенная технология. Какая, знает наш корреспондент. Ремонт улицы Чапаевской в Самаре ведут сразу в двух направлениях. Пара асфальтоукладчиков в ночи двигаются по разные стороны от пересечения с Ленинградской. 25 человек из четырех бригад и 12 единиц техники позволяют ремонтировать улицу в два раза быстрее. Если позволит погода, закончит уже в августе, после чего начнется контроль выполненных работ. По завершению работ, чтобы не вылазить за рамик контракта, будет оформляться документ. То есть будут проводиться лабораторные испытания и замеры. То есть кураторы будут выезжать на объект, смотреть все это и принимать работу. Комплексный ремонт улицы Чапаевской начался в июне. На улице срезали старый асфальт и уложили нижний выравнивающий слой. Уже приступили к укладке верхнего. На участке длиной 2 километра и площадью 20 тысяч квадратных метров заменены люки колодцев и бордюрные камни. В порядок привели тротуары, приступили к благоустройству газонов. За ночь подрядчик уложил 1200 тонн высокопрочной полимерной смеси, за счет которой покрытие проезжей части будет устойчивее к погодным перепадам и механическим воздействиям. Жители к ночным работам относятся с пониманием. Днем ведутся работы по устройству тротуара и по замене бордюрного камня. Работа по устройству асфальтно-бетонного покрытия на проезжей части. Днем вестись немного, потому что на данном участке дороги интенсивное движение. Мы предупреждаем жителей, что ночью будет производиться работа по укладке асфальтно-бетонного покрытия. жители относятся с пониманием, они понимают, что это вы же интерес. Комплексный ремонт выполняют по федеральной программе безопасные и качественные дороги. За счет нее только в Самаре до конца этого года отремонтируют 46 улиц. Всего же в Самарской области отремонтируют 93 дороги, в том числе и в других городах региона. Марина Матвеевична, Андрей Горгуленко, Артем Суайманов. События. Далее коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старые терминалы Курумыча снесут в этом году. Международный аэропорт ищет подрядчик. Информация об этом размещена на портале госзакупок. За 60 календарных дней подрядчик должен будет демонтировать существующие здания, вывести мусор, засеять газон, установить новые бордюры и 3D-ограждения. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 9,5 миллионов рублей. На аукцион было подано 15 заявок, из них 9 участников допущены к проведению торгов. Конкурсная комиссия примет решение до 21 августа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Колокольный звон над разными городами и странами. Сегодня день крещения Руси. Праздник отмечают как церковно-государственные. Во всех храмах Русской Православной Церкви ровно в полдень по местному времени звонили колокола. С праздничного богослужения. Олег Зверев. Исторический выбор и национальная идея на тысячу лет вперед. Сегодня день памяти святого князя Владимира. Церковь называет его равноапостольным. В Самаре центральным местом торжеств стал Свято-Владимирский храмовый комплекс на проспекте Металлургов. Праздничное богослужение возглавил митрополит Сергий, а сразу по окончании литургии зазвонили колокола. Ровно в полдень по местному времени раздался праздничный перезвон во всех храмах Русской Православной Церкви. Первыми зазвонили православные храмы Японии, затем российский Дальний Восток. И далее по часовым поясам. Сибирь, Урал, Поволжье, Центральная Россия, Украина, Беларусь, а также Израиль, Сербия, Германия. Волна колокольного звона обогнула земной шар. В честь крещения Руси звонили даже в Америке, в Австралии и в Антарктиде. В современной исторической науке не утихают споры о значении христианского выбора князя Владимира. Но никто из историков не отрицает, что лишь после принятия восточнохристианской идеи Русь стала развиваться как государство. А впоследствии была создана уникальная цивилизация, в которой мирно существовали разные народы и религии. Великое божественное действие – это наш земной путь, который ведет Царствие Небесное. Потому-то в вере и определялось название нашего Отечества много и много столетий называлось Святой Русь. Это имеет очень глубокие корни. И поэтому Святой Князь Владимир заложил эти основы. День Крещения Руси теперь отмечается не только как церковный, но и как государственный праздник. За последние 30 лет в России было открыто более 30 тысяч храмов. А многие считают это время новым крещением Руси. По статистике 80% жителей страны сегодня называют себя православными. Крещение и венчание вновь становятся неотъемлемой частью русского быта. Миллионы людей приходят в храмы, чтобы прикоснуться к христианским святыням. Христианство сформировало вообще славянскую природу, славянскую сущность вообще как таковую. И все то, что у нас происходит вообще в государстве и в мире, в первую очередь, связано с духовными корнями, с теми нравственными основами, которые вообще заложены в каждом христианине. Как говорил еще Тертуриан, каждая душа по своей природе – христианка. По мнению верующих, христианская идея еще сыграет свою роль в будущем возрождении России. Важно, чтобы наряду с физикой и экономикой люди не забывали о таких принципах, как «Не укради, не убей, возлюби ближнего». Олег Зверев, Константин Головин. События. Самарские спортсмены удачно выступают в Турции на Сурдлимпийских играх. На счету Волжан уже семь медалей. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккеисты ЦСК ВВС поборются за Кубок Рязанской Федерации Хоккея. Марафон «Белые ночи» вновь покорился тольяттинским бегунам. Самарские спортсмены удачно выступают на Сурдлимпийских играх. В турецком Самсуне завершился очередной соревновательный день летних Сурдлимпийских игр. Это спорт глухих. По его итогам спортсмены Самарской области стали обладателями двух наград. Ксения Калибина завоевала золотую медаль в велоспорте, маутинбайке в дисциплине кросс-кантри. В борьбе за первое место она одолела соотечественницу Марину Исламову и велосипедистку из Японии. Илья Кудрин в том же виде программы финишировал третьим, отстав от победителя на 2 минуты 46 секунд. А от серебряного призера всего на одну секунду. На данный момент в активе спортсменов Самарской области 7 медалей Сурдлимпийских игр. 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. В этом году марафон «Белые ночи» собрал в Петербурге 10 тысяч профессиональных спортсменов и любителей из 65 стран мира. Забег проходил на двух дистанциях – 42 и 10 километров. Для старта и финиша всех участников была выбрана Дворцовая площадь. Первое место на дистанции 42 километра среди мужчин занял профессиональный марафонец из Тольятти Юрий Чичун. Среди женщин тоже победила представительница «Автограда» Надежда Лещинская. Оба спортсмена повторили прошлогодний успех. В виде с 16-м они также стали победителями «Белых ночей». Причем Юрий Чичун улучшил свой результат. В прошлом году он пробежал марафонскую дистанцию за 2 часа 20 минут 27 секунд. На этот раз за 2 часа 19 минут 45 секунд. В составе участников традиционного предсезонного турнира на Кубок Федерации Хоккея Рязанской области, который пройдет в Рязани с 8 по 10 августа, произошли изменения. По техническим причинам на турнире не сыграет «Воскресенский химик». Вместо него впервые примут участие хоккеисты ЦСКА ОВС из Самары. Также обнародован календарь предстоящих соревнований. Напомним, в них помимо хозяев и ЦСКА ОВС примут участие хоккейный клуб «Саров» и «Воронежский Буран». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Готов более чем на 70% на стадионе Самара-Арена заканчивает монтаж основных металлоконструкций. Параллельно благоустраивает прилегающую территорию. Монтаж металлоконструкции – самая сложная, практически ювелирная работа. Хотя вес деталей измеряется сотнями тонн. Тут важно, чтобы погода не подвела. При сильных порывах ветра установка блоков консолей невозможна. Сейчас это работа на завершающем этапе. Многотонный кран устанавливает 94-й блок. Рядом со стадионом активно идет строительство двух новых дорог. Улица Арена-2018 и дальние. Начались подготовительные работы по благоустройству. Выравнивают площадку, делают парковку, сносят старые помещения радиоцентра. Вывозят мусор. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой. В велодорожке будут разбиты газоны с автополивом и архитектурная подсветка. Во время чемпионата мира здесь пройдут шесть матчей. Почти километр для прогулок заканчивается реконструкцией улицы Ташкентской возле больницы Середавина. Сейчас подрядчик укладывает последний третий слой асфальта. И дорога Московского шоссе станет доступной для всех автолюбителей. Появятся новые знаки и светофоры. Расделяет проезжие части и трамвайную линию новой прогулочной зоной. Здесь в ближайшее время озеленят участок елями и живой изгородью, а также добавят лавочки. В это время над Демократической уже установили первый пролет путепровода. Всего их будет три. На это уйдет 4000 кубометров бетона и 50 тонн арматуры. Сам путепровод весьма сложен, ведь на каждую опору приходится 17 буронабивных свай. За счет этого мост выдержит большие нагрузки. Длина путепровода 90 метров, ширина 14. Он станет еще одним мостиком от Московского шоссе до Солнечной. Съезды позволят попасть на улицу Демократическая. Движение на всем протяжении Ташкентской будет четырехполосным. Завершить реконструкцию улицы вместе со строительством путепровода должны уже в ноябре 2017 года. В Самаре ремонт улицы Чапаевской закончен на два месяца раньше срока. Ремонт идут сразу в двух направлениях. Пара асфальт-укладчиков ночью двигается по разные стороны от пересечения Сленинградской. 25 человек из четырех бригад и 12 светильных техники позволяют ремонтировать улицу в два раза быстрее. Если позволит погода, закончит уже в августе, после чего начнется контроль выполненных работ. Комплексный ремонт улицы Чапаевской начался в июне. На улице срезали старый асфальт и уложили нижний выравнивающий слой. Уже приступили к укладке верхнего. На участке длиной 2 километра и площадью 20 тысяч квадратных метров заменены люки-колодцы, бордюрные камни. В порядок привели тротуары, приступили к другоустройству газона. Комплексный ремонт выполняют в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». За счет нее только в Самаре до конца этого года отремонтируют 46 улиц. Всего же в Самарской области отремонтируют 93 дороги, в том числе и в других городах региона. В ближайшие дни строители начнут красить символ Самары – ладью на набережной. Внешний вид одного из главных архитектурных объектов не изменится. Ладья будет с белоснежным парусом. Сотни тонн гранита, тысячи метров тротуарной плитки, стройматериалы подготовлены, работа кипит. Уже наполовину готова главная, самая большая лестница у ладьев. Ступени облицовывают красно-серым южно-султаевским гранитом. Здесь уложат 1800 погонных метров камня. Всего же на набережной будет 43 лестницы. На финишную прямую вышли работы, которые будут скрыты от глаз ворожан, но обеспечат комфорт на набережной. Это устройство коммуникаций, ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций, очистных сооружений и коллекторов, электрокабелей и систем автополива. Обновленные набережные будут утопать в зелени. Газоны преобразят, украсят цветами и кустарниками, высадят полсотни новых деревьев. Убрать пришлось только старые и больные тополя. Ни одна елка пристройки не пострадала. Ради хвойных даже слегка скорректировали проект. На фонтане идет заливка стен бетоном, после их облицуют гранитом. Планируется, что фонтан будет с динамичной подсветкой и музыкальным сопровождением. Тротуары выложат плиткой, а на нижнем уровне будет асфальт и велогорошки. Основные работы на четвертой очереди набережной должны завершить в ноябре этого года. Полностью весной следующего. Подрядчики полностью завершили ремонт на левой стороне мостового перехода Южный и путепровода Аврора. Здесь отремонтировали пролеты и опоры, заменили деформационные швы. Уложили новое асфальтовое покрытие в два слоя. Отремонтировали тротуары, поменяли бордюры. Установили новые барьерные ограждения и фонари. Обновленная дорога уже открыта. В то же время закрыли на ремонт правую часть. Началась вторая стадия ремонта. Все работы идут в строгом соответствии с графиком. А теперь строители обещают ускориться, не теряя при этом качества. Комплексный ремонт идет по всей протяженности мостового перехода Южный и путепровода Аврора. А это 1,2 км. Капремонта здесь не было более 40 лет. Мост был просто небезопасен. После завершения работ пропускная способность моста станет больше из-за качества дорожного покрытия. Оно должно без трещин прослужить не менее 5 лет. Полностью мост заработает в конце октября. Практически полностью готовы чаши бассейна и наружный водопровод в 127-й школе. Строительство началось еще в 2005 году. Но из-за недостаточного финансирования здание так и не было готово. После того, как в прошлом году инициативная группа родителей попросила возобновить строительство, процесс сдвинуться с мертвой точки. На завершающем этапе монтаж внутренних сетей электроснабжения, системы отопления и вентиляции. В этом году в бассейне уже начнутся уроки физкультуры. В лицее авиационного профиля проводят капитальный ремонт корпуса начальной школы. По проекту в здании предусмотрен ремонт крыши, усиление фундамента, замена деревянных перекрытий и коммуникаций, а также благоустройство территории и обустройство спортивной площадки. В Самарском медико-техническом лицее строят новый спортзал. Старый пристрой уже демонтировали. Площадку освобождают от старых металлических гаражей и деревьев. Завершить строительство пристроя планируют к концу года. На улице Алма-Атинской открыто движение. Рабочие уложили асфальт за несколько дней. Перекладку труб здесь начали пару дней назад. Участок сложный. Эту теплотрассу эксплуатируют почти полвека. Из-за частых аварий зимой приходилось часто отключать горячую воду в части промышленного и Кировского района. Чтобы в новый отопительный сезон войти без проблем, предприятие тепловых сетей начало плановую замену труб. Объема работ оказался больше, чем планировали изначально. Субтитры создавал DimaTorzok